Приветствую вас, друзья! Давно от меня не было видео, с вами Фил, как всегда, конечно же, и перед вашими глазами лежит, правильно, очередной пакет от Игоря Ширяева, уже номер 4, по-моему, из Санкт-Петербурга, и в нем лежат всякие разные прикольные, забавные, интересные и, самое главное, полезные детали. Сейчас мы достанем свой желтый кинжал и узнаем, что мне пришло. Мои леговские товарищи, они, в общем-то, и так знают, что мне пришло и зачем, ну, а те, кто не знает, сейчас посмотрят. Итак, картонка, как обычно, да, что мы видим для жесткости конструкции, и здесь прайс-лист наш, бланк заказа, бриклинка, вот, ну и, собственно, вот эти вот все запчасти, по логике, мне должны быть присланы в этом пакете. Ну, еще тут на закуске что-то. И смотрим, что же мне здесь пришло. Так, сначала вываливаем все из основного пакета. Практически уникальные длинные оси, на 16 юнитов, по-моему. Так, фокусируйся. Две на 16 и четыре на 12. Очень нужная вещь. Что вот это такое? А, это вот эти вот особые новые пины-коннекторы. Ну, как коннекторы, осевые пины, которые, сейчас покажу, которые имеют ось на два юнита и пин на один. Так, фокусируйся. Так, подождите. О, так уже лучше. Вот такие вот особые коннекторы. Я думаю, я им применение найду. Так, еще несколько таких маленьких шестерен на 8 зубьев. Ничего особого. Так, оси я вам показал. Вот такие вот непонятные вещи. На самом деле это называется «кнобы». Или «кнубы». Или «кнобы». Вот такие вот четырехугольные шестерны. Четырехлучевые, я бы сказал. И они нужны мне очень и очень сильно. Опять-таки, для моего самого важного проекта, который я буду реализовывать. Далее, что у нас есть. Это пара дырок и пара таких же пинов с дырочками, коннекторов. Так, несколько осей на 5 юнитов. Не помню, использованы, не использованы. Вроде новые. Так, дальше что? Сумасшедшее количество вот таких коннекторов. Знающие люди понимают, зачем они мне. Далее, опять-таки, некоторое количество вот таких коннекторов, трубочек. Да что он так не хочет фокусировать-то? Вот они. На 2 юнита. Уникальные три лучевые коннекторы. И знающие люди, они опять-таки понимают, зачем они мне нужны. Вот такие вот коннекторы. Далее, несколько таких шестерен. Ну, я думаю, вы понимаете, зачем. Несколько вот таких шестерен. Я думаю, применение им найду. По-моему, 30 спинов. Да. Несколько вот таких вот пинов. Ну, просто про запас заказал. Самое главное, чего мне очень не хватает, это вот эти вот пины с осями, синяя стандартная. Здесь коннекторы трубочки, по-моему. Да, черные, 4 штучки. Ну, фокусируйся ты, блин. Все, молодец. Опять-таки, вот такие шестерны с 24 зубьями. Вещь оказалась очень нужной. Так. Вот такие вот коннекторы. Ну, полезные вещи, на самом деле. Черные осевые коннекторы, которые служат для вставки осей. И Т-образные бимы, вот такие вот. Тоже полезная вещь. Вот, друзья мои, но это еще не все. Также я хочу вам показать, для самых терпеливых, вот такой вот уникальный чехол, который я купил на Алиэкспрессе для пятого айфона. В подарок моей знакомой, Оле Суханович. И чехол этот необычный, потому что он содержит в себе жидкость, которая вот таким вот образом прикольно перекатывается. Не знаю, видно, не видно. Это происходит достаточно быстро. Попробую сейчас распаковать. Оля, ты уж меня прости, что распаковываю, но просто, чтобы картинка была лучше. Так. Вот такой вот прикольный чехольчик. Очень здоровский. Я считаю, что поиграться где-нибудь на паре, я думаю, будет самым отличным вариантом. Вот, друзья мои, это все, что я вам хотел показать в этом видео. И всем спасибо за внимание, конечно же. И оставайтесь на моем канале, чтобы увидеть, для чего мне нужна вот эта вся кипа деталей. И, конечно же, друзья мои, это далеко не все детали, которые я заказал. Придут еще очень много деталей, которые, опять-таки, нужны для одного моего проекта. Все, друзья. На этом все. С вами был Фил. Подписывайтесь на мой канал. И оставайтесь на нем. До встречи. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...